Уже с сентября следующего года некоторым предпринимателям Бурятии придется отказаться от котельных. Это касается тех, чьи предприятия подключены к центральному теплоснабжению. Так депутаты предлагают решать проблему черного неба в Улан-Удэ. По каждому предпринимателю, кто не подключен и не использует централизованное отопление, допустим, будет с ним, а имеет угольную котельную или на дровах, он будет, значит, проведена соответствующая беседа. Будет выявлено, кому нужны субсидии на подключение, например, теплотрассы, на погашение тарифа. Таких, у кого есть возможность отказаться от угля и перейти на безопасные источники отопления, в Улан-Удэ и ближайших к городу поселениях порядка 200. Депутаты считают, что до сентября у них есть время подготовиться. Есть время и, чтобы запустить в Бурятии льготную ипотеку для медиков, 100 домов для врачей. Депутаты такую инициативу поддержали, чего не скажешь о другом предложении от прокуратуры. Приравнять депутатов Хурала к госслужащим. Здесь единогласия среди народных избранников не наблюдалось. Обсудили хуральцы и выросший немного прожиточный минимум. Это нагрузка для бюджета, для республиканского. Вы понимаете, что у нас бюджет, к сожалению, сложный. Вот и пока доходы у нас не растут, так как бы нам, может быть, хотелось. Но это, по крайней мере, мы будем сейчас плюсом платить людям, жителям республики. Запомнилась эта сессия, пожалуй, не столько громкими рабочими заявлениями, сколько личными, депутатскими. Спикер Хурала обратился к справедливоросу Иринча и Матханову. Как раз такая ситуация, когда бить нельзя, но терпеть уже невозможно. Вы лишены права. И допускаете здесь еще высказывать. Промерный комитет, значит, делаете наезды на некоторых министров и так далее. И в адрес председателя народа Хурала не первый раз не обоснованно. Вы выступаете. Будьте мужиком. Ставьте депутатский момент. После долгих споров депутаты приняли бюджет Бурятии на следующий год в первом чтении. Второе, очевидно, не менее жаркое, состоится на следующей сессии Хурала в декабре. Юлия Пермякова, Мария Латышева, Андрей Дармаев. Новости дня. Субтитры создавал DimaTorzok